В Благовещенске установили 5-метровое дерево и вот-вот установят двухтонного медведя. Украшают город скульптурами власти и общественники. Все остальные чествуют амурскую осень. О ней и многом другом наша программа. Самые яркие события минувших дней представлю я, Наталья Бернацкая. Добрый вечер. И мы начинаем. Можно спокойно ехать, не бояться, что тебя там какая-то фура будет обгонять, тебя там снесет. На своих двухколесных велодорожку вдоль Новотроицкого шоссе опробовал транспорт байкеров и городских властей. Город понравился до ужаса, конечно. Из Питера с любовью. Приезжие монтажники устанавливают на набережной 5-метровое дерево со светодиодами. Мне кажется, я еще не доросла до Елизаветы. Скромность украшает. Благовещенцы засыпали вопросами папину дочку Лизу Арзамасову. Это мы все в одной лодочке что ли плывем, получается? Много, немало. Амурская осень презентовала антрепризу об отношениях роковой Серафимы и шести мужчин. Губернатор при Амуре поручил проверить, за чей счет устраняют недостатки ремонта городских дорог и призвал подрядчиков трезво оценивать свои силы. Не браться за участки, которые не смогут вовремя и качественно выполнить. В ходе инспекции улиц, что ремонтировались в период с 2014 по 2016 год, на асфальте обнаружились трещины и даже выбоины. Последствия неудачного ремонта на театральной устраняют прямо сейчас. За кем? Узнаете из сюжета. Битум на дороге, как шоколадная глазурь на торте. Черный, глянцевый и горячий. Для рядового обывателя даже чересчур. Дорожники нагревают его до 160 градусов. Знают, так он поможет частицам асфальта крепко сцепиться и дольше прослужить. Асфальтная смесь один в один, песочное тесто, тоже нужно укатать. Дорожники пускают в ход тяжелую технику, четырехтонный каток. И это всего лишь один из слоев дорожного пирога. Под ним 20 сантиметров щебня и еще 70 сантиметров камней. Готовка на театральной нелегка. Асфальт по весне здесь то и дело вскрывали. Коммунальщики устраняли порывы сетей. Дорожники в итоге остались недовольны качеством переделанного полотна. Грунт не соответствовал нормам, которым засыпали перекоп. Пришлось его менять полностью. Был глинистый и насытился в связи с дождями, насытился водой. Поэтому грунт не укатывался, не уплотнялся, не было плотности. Теперь плотность в норме. Как у отстоявшегося в холодильнике песочного пирога. К следующей неделе участок в 360 метров от Октябрьской до Красноармейской будет готов. Бордюры и тротуарная плитка уложены словно марципаны. И это явно пришлось по вкусу местным жителям. Александре Корниловой точно. По разбитым дорожкам пенсионерка ходила каждый день. Ну, дороги, конечно, были плохие. Но вот сейчас стали ремонтировать. Мы уж, конечно, рады, что ремонтируют хоть хорошие. Эти вот дорожки стали и там, и тут, и кругом. Вот эту проезжую часть. Конечно, рады. А как же. Скоро будут рады и жители двух ближайших кварталов. Аромат раскаленного асфальта наполнит воздух на участке Красноармейской, между Театральной и Чайковского. Между Политехнической и Театральной ко всему установят бордюр. Велосипедная дорожка вдоль Старого Новотроицкого шоссе готова на 95%. Рабочим осталось установить 800 метров барьерного ограждения и фонари. Это сделают к 30 сентября. А пока на ней состоялся еще один пробный заезд. Его вместе с велогонщиками из Амурбайка сделал заместитель мэра Благовещенска Владимир Константинов. В конце велопути он пообщался с нашим корреспондентом. Пять с лишним километров велопути вдоль Новотроицкого шоссе. Пока преодолеешь, успеешь насладиться амурскими красотами. Тренер по плаванию Иван Болотин на двухколесном транспорте ездит больше 30 лет. Может, потому пейзаж проигнорировал. И все свое внимание обратил на ограждение, что делит вело и автозоны. Можно спокойно ехать, не бояться, что тебя сейчас какая-то фура будет обгонять, тебя там снесет или там каким-то камнем тебе прилетит. Если сравнивать с ездой по автомобильной дороге. То есть там всегда напряжение какое-то существует, что автомобиль здесь, ты можешь расслабиться немножко, что ли, и уже действительно ехать и отдыхать. Комфорт езды вдоль шоссе отметил и первый заместитель мэра Владимир Константинов. Сам заядлый велосипедист катается в основном по набережной, живет в двух кварталах. Но теперь ее есть с чем сравнить. Как сказать, набережная, она вот она, вышла с дома и поехала. Сюда нужно приехать, то есть это нужно несколько больше времени. Но я думаю, что здесь немножко интереснее будет. Да и набережная уже приелась. Во-первых, рельеф не такой, как на набережной прямой. Здесь есть спуски, подъемчики, это раз. Во-вторых, набережную ты едешь, если только между закрытельными столбиками ловируешь. А здесь есть естественные повороты. Для удобства велогонщиков, а также роллеров и любителей скандинавской ходьбы в начале трассы на третьем километре Новотройского шоссе оборудуют автомобильную стоянку на 70 мест. Уличное освещение появится на всем протяжении велопути. Нанесут на него и разметку. Велодорожка у нас стоимостью 34 миллиона рублей. Сюда вошла отсыпка земполотна, откосов, освещение, асфальтирование, бортовые камни. Ну и барьерное ограждение у нас по прохождению по Новотройцкому шоссе. Общая протяженность дорожки 6,8 километра. Помимо городского участка в 5 с небольшим километров вдоль Новотройцкого шоссе, она включает неполные два. Автодороги Благовещенск-Свободный. Целиком будет готова к 30 сентября. На набережной Благовещенска появилось дерево, что затмит любую новогоднюю ель. Пятиметровая конструкция со светодиодами заиграет всеми цветами радуги к 29 сентября. Торжественному открытию общегородской детской площадки. Приезжие специалисты, что ее монтируют, просят горожан не гулять на участке от Пионерской до Светителя Иннокентия минимум 36 часов. Почему, расскажет Кристина Коширина. Шум насосов и шуруповертов слышен не меньше, чем за квартал. Тротуар усыпан шестью десятками цветов. Последние только и ждут, когда их закрепят на шаре из алюминиевых дуг. В будущем пятиметровом светодиодном дереве. Его монтируют мастера северной столицы. Михаилу Гриневу приходится креативить, красиво крепить цветы. Зато получится шедевр. Такой же работник сделал в Туле. Два года на центральной площади стоит. На Благовещенской набережной будет не хуже. И красоту города подчеркнет. Город понравился до ужаса, конечно. Серьезно, я ожидал, когда ехал сюда, что меньше город. Климат у вас вообще шикарный, сразу говорю. Мне понравился. Работать это мешает или помогает? Помогает, наоборот. Ну, гораздо лучше, чем в дождь, согласитесь, или в снег там монтировать. Монтировать питерские мастера могут и в дождь. Во-первых, привыкли к таким условиям. Во-вторых, применяют очень прочный композитный материал. Он выдерживает морозы в минус 50. В Благовещенске таких нет. А вот ветер наш, производитель учел. Я знаю о том, что весной и ранней весной, поздней осенью с Амурой идут ветра. Для этого мы учитывали все эти тонкости, чтобы все устояло. Ну и, конечно, большинство конструкций антивандальные. На тот случай, если что-то может произойти. В ближайшие дни рабочие установят антивандальные, паровозик, огромное сердце, да и в целом весь городок. На другом конце участка сейчас готовят покрытие, на котором он будет стоять. На 1600 квадратах утрамбовывают черную резиновую крошку. Ее покрасят в желтый, зеленый, синий цвета. Высохнет покрытие через 36 часов. До тех пор горожан просят на него не наступать. Продолжит нашу программу новая рубрика «Вопрос недели». Сегодня ее гостем стала мэр областной столицы Валентина Калита. О чем градоначальника спросили жители Благовещенской, расскажет Александр Воронин. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире «Вопрос недели», в рамках которого мы будем обсуждать самые актуальные для столицы Преамурии темы. Как жителю Благовещенска сделать лучший свой двор, спросили горожане на этой неделе. Ответ на этот вопрос даст мэр Амурской столицы Валентина Калита. Здравствуйте, Валентина Сергеевна. Здравствуйте, Александр. Действительно, благоустройство города и в частности благоустройство дворовых территорий на сегодняшний день это одно из самых активных обращений жителей города Благовещенска. И на сегодняшний день у нас появилась возможность пересмотреть отношение к решению данной задачи, исходя из того, что губернатор Амурской области Александр Александрович Козлов подписал соглашение с Министерством ЖКХ Российской Федерации. И Амурская область, и, соответственно, город Благовещенск имели возможность участвовать в федеральной программе, благодаря которой мы сегодня уже на территории города реализуем эту программу и благоустраиваем 18 дворовых территорий. И место так называемого общего пользования, за которое проголосовали жители города, это, так сказать, частично набережная реки Амур. Поэтому это, собственно, продолжение тех задач, которые были поставлены ранее. И где-то с 2011 года на территории города Благовещенска была реализована программа партии «Единая Россия». И за эти годы было благоустроено более 200 дворов в городе Благовещенска, если точнее, 241. И эта программа, в которой мы участвуем, она также поддержана партией «Единая Россия». И мы продолжаем реализовать поставленные задачи еще ранее, поскольку с 2014 года в городе Благовещенске остались нереализованы где-то 14 проектов, которые подготовили сами горожане. И сегодня мы в первую очередь, конечно, те долги 2014 года реализуем. И плюс еще у нас появилась возможность еще 4 дополнительных двора сделать в рамках отпущенных средств. А денег нам из федерального бюджета выделено 107 миллионов на эту программу. А в целом мы получили на реализацию благоустройства и дворовых территорий, и городской среды 148 миллионов 864 тысячи рублей. Но сейчас администрация города, насколько я знаю, принимает заявки на благоустройство дворов от жителей города, правильно? Мне бы хотелось напомнить, что многие из обращающихся жителей, не учитывая тот фактор, что согласно нового жилищного кодекса, жители многоквартирных домов сами являются совместными владельцами дворовой территории. И они сами вправе определять, какой она будет, что должно быть, и они должны договориться, какой внешний вид устроит всех или, по крайней мере, большинство. Поэтому задача стоит непростая у самих жителей, у старших домов, у старших подъездов, потому что живут люди разного возраста, разных взглядов на видение своего двора. И сегодня очень важно, насколько они умеют все договориться. На сегодняшний день продолжается прием заявок, потому как программа по благоустройству дворовых территорий будет еще несколько лет у нас действовать. Мы надеемся, что мы будем получать регулярно финансирование на ее реализацию. На сегодняшний день мы получили уже 62 заявки, это 78 дворовых территорий заявились для участия в этом проекте. Программа у нас будет реализовываться несколько лет, а заявки будут приниматься только до 25 сентября. Валентина Сергеевна, благодарю вас за исчерпывающий ответ. А нашим телезрителям напоминаю, что свой вопрос городским властям может задать каждый. На аккаунте администрации Благовещенском в Инстаграм, прислав его на электронную почту телекомпании «Город» или просто позвонив нам. С ответами на ваши вопросы мы будем выходить еженедельно. Это был «Вопрос недели». Всего вам доброго и до встречи. Продолжаем выпуск. У жителей второго микрорайона появится свой досуговый центр. Секции и кружки для взрослых и ребят разместятся в бывшем развлекательном центре «Харбин». Он стал пятым по счету филиалом ОКЦ. Здание сейчас капиталят впервые за 25 лет. Зачем при этом сносить стены, узнала Юлия Анохина. Прохор Громов оправдывает фамилию «Сполна». Звук перфоратора его умиротворяет. Раздражает стук пальцев по клавиатуре компьютера. Из-за этого четыре года назад мужчина переквалифицировался из бухгалтера в электромонтажника. Теперь монтирует освещение в магазинах, домах, филиале ОКЦ. И даже на пыль привык не роптать. Конечно, можно защищаться от пыли. Но все равно неудобно немножко. Получается, если так работаешь, ну, побыстрее. Ну, без пыли никак. Молоко за вредность не дают. Как-то так приходится. Три тонны песка плюс 20 мешков цемента плюс 3000 кирпичей. Равно новая стена в 60 сантиметров толщиной с отверстиями под окна. Старую снесли, чтобы сделать помещение просторнее. Когда нам передали это здание, здесь были чисто технические помещения для уборщиц, для дворников, сколоченные. Вот данное помещение, оно сейчас где-то квадратов 70-75. Ну, а в общей сложности делилось на помещение, наверное, 8. Помещения просто не используются, они пропадали. Теперь не пропадет ни один квадрат. Собственность ОКЦ «Харбин» перешел в 2015 году. В нем уже отремонтировали одну из студий и крышу. Сейчас приводят в порядок первый этаж. До конца года хотят оштукатурить и побелить потолки и стены. Все работы оплачивает сам культурный центр. Это здание мы будем делать досуговым центром. Потому что микрорайон достаточно большой, детей очень много. И хочется, чтобы здесь большой такой творческий центр был именно в микрорайоне для жителей микрорайона. Сейчас, где мы стоим, здесь будет театральная студия. Она очень просторная. Можно собирать много детей, репетировать, роли свои совместно отрабатывать. Я думаю, что будут интересные, хорошие спектакли. Будущие актеры, певцы и музыканты сами выберут цветовую гамму для стен своих студий. Сейчас 100 ребят ютятся на втором этаже. Отремонтированные залы они освоят в конце года. Чем еще отметилась минувшая неделя, расскажем прямо сейчас. В эфире наша постоянная рубрика «События день за днем». У художников есть еще полмесяца на то, чтобы придумать самую необычную фигуру для снежного городка. Конкурс эскизов продлили до 1 октября. Сообщили об этом в понедельник. Предприниматели просят сообщать в полицию о звонках из Роспотребнадзора. Поддельные сотрудники ведомства угрожают внеплановыми проверками и требуют купить комплект брошюр ценой 3000 рублей. В Благовещенске появится двухтонный белый медведь. Установить арт-объект на набережной пожелала группа энтузиастов. И теперь собирает на него деньги. Горожан приглашают отправиться в свободное плавание. Так называются занятия без тренера. Продажу абонементов на них во вторник проанонсировал бассейн «Одежда». В автобусах Благовещенска теперь можно расплачиваться в одно касание. С помощью бесконтактной банковской карты, смартфона или часов, привязанных к платежной системе. Умные терминалы установили на маршрутах 3 и 4. В среду выяснилось, что Благовещенскую школу номер 4 переименуют в Алексеевскую гимназию. Соответствующее постановление подписала мэр Благовещенского Валентина Калита. С директором Амурского кадетского корпуса расторгли трудовой договор. Результаты проверки, проведенной в учебном заведении по поручению губернатора Александра Козлова, обнародовали в четверг. За надругательство над гербом и флагом Амурской области будут наказывать рублем. Соответствующие поправки в региональный закон поддержали депутаты ЗАГСобрания. Амурчане теперь могут оплатить штрафы ГИБДД через одноклассники. Социальная сеть выпустила соответствующее приложение для смартфонов, планшетов и ПК. Работает по всей стране. Цветы из ракушек, водопад из бисера, вышитые крестиком березки, увидят Благовещенцы на эко-выставке «Живая планета». Ее 3 октября откроет дом ремесел. В пятницу горожан попросили принять участие в составлении экспозиции. Раиса Рязанова, Лия Хиджакова, Лариса Лужина, Дмитрий Дюжев, Ольга Будина и многие другие звезды первой величины. В Благовещенске стартовала юбилейная Амурская осень. В этот раз на суд зрителя она представила 40 с лишним отечественных и зарубежных фильмов из десяток антрепризных спектаклей. Последние неизменно проходили при аншлаге. Шестикрылая Серафима в том числе. Пришедшие задумались и посмеялись с историей любви шести мужчин к одной женщине. Офис продюсерского агентства наполняют мужчины. Все ждут Серафиму Михайловну. Попутно выясняют подробности личной жизни друг друга. Например, все они вхожи в спальню начальницы. И вот сюрприз. Один из них болен. А чем ты болен? А вы не знаете? Нет. Это... Спиром. А что такое, ребят? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Спектакль сыгран всего шесть раз. Есть дубли. Но Благовещенцам достался самый звездный состав. На сцене только известные актеры. Валерий Николаев, Андрей Чадов, Илья и Филипп Бледный, Александр Наумов, Антон Денисенко. Три месяца мы репетировали, потом у нас был период, потом опять репетировали. Долго мы репетировали. Я вообще на сцену не входил 15 лет, поэтому я попросил Надежду дать мне 5-10 репетиций, попробовать, смогу ли я вообще, получится ли у меня вообще выйти на сцену, что-то там играть. Мы пошли на встречу, поэтому да, считайте премьерные у нас спектакли. Историю уже показали не только в Благовещенске, но и в Зее. Амурская осень закроется 24 сентября, и золотые журавли улетят с самыми талантливыми участниками фестиваля. Со спектакля в руки поклонников. Очередным гостем фестивального шатра, что установили возле гостиницы «Юбилейная», специально для встреч с артистами в четверг вечером стала Лиза Арзамасова. Уже постоянная гостья фестиваля второй раз снимается в кино в рамках Амурской осени, но все равно ассоциируется с той самой папиной дочкой. По крайней мере, именно так ее представляют до сих пор. От серьезных театральных выходов у Кирилла Серебренникова до сложных ролей в фильмах «Свои дети» и «Поп» обсудили с Сергеем Шолоховым. Зрители слушали артистку с придыханием. Хочется заметить, впервые с момента открытия шатер был наполнен до отказа. Естественно, и самый известный образ Галины Сергеевны не оставили без внимания. Папины дочки Лиза до сих пор любят и очень благодарна роли. Сериал снимали 8 лет. Это колоссальная школа, конечно. Там прошла большая часть моего детства. Это было так здорово. Нас все любили. К нам все хорошо относились на съемочной площадке. То есть это не была работа. Это было замечательное увлечение. Школа. И я рада, что во время съемок «Папиных дочек» были другие работы. И в театре, и в кино. Но сейчас она уже мама. Пока только на экране. Фильм «Напарники» подарил ей возможность примерить на себя и эту роль. Но на самом деле принцесса-хулиганка «Это я» резюмировала Елизавета в ответ на очередной вопрос. И призналась, в сериале два года назад сыграла отрицательный персонаж. Так что с выводом о хулиганке согласилась и публика. Многогранная артистка. Поделилась она и заботами. В ближайшие три месяца ей предстоит писать диплом. Учится на продюсер в институте кино и телевидения. Что примечательно, на одни пятерки. Есть стимул. Хороший. Бабушку радовать. А еще рассказала, что зрение минус семь. И о том, почему на афишах до сих пор не Елизавета. Мне кажется, я еще не доросла до Елизаветы. Пока Лиза. Просто так хорошо звучит Лиза. Так по-домашнему, так нежно. Мне очень нравится. Поклонникам хочется напомнить. С артистами осенью пройдет еще одна встреча. Фестивальный шатер открыт для публики с 20 часов. Встретиться с Ларисой Лужиной. Задать ей вопросы можно сегодня абсолютно бесплатно. Хэштег «Амурская осень» под своими фото и видео в социальных сетях на этой неделе ставили не только зрители, но и артисты. Мы решили прогуляться по их профилям и посмотреть, чем запомнится им юбилейный фестиваль. Наиль Гемодеев делится со своими подписчиками снимками амурских пейзажей. Снял во время поездки в Свободный и Лотосами озеро в Ивановке. А еще жалуется на тяжелые утренние подъемы. Говорит, без кофе не выжил бы, как и Ольга Попшина. Максим Колосов демонстрирует свои встречи. На одной он с Ларисой Лужиной, на другой с мамой Лизой Арзамасовой. Эвклит Кюрзидис, так мило позаимствовавший аккредитацию у известного режиссера Кимки Дока, естественно запостил фото с кумиром. В подписи Эвклит очень душевно поблагодарил корейца за любимые фильмы. Но звание «Самый активный инстаграмщик» по праву можно присвоить звезде-глухаря Виктории Тарасовой. Фото со «Звездной дорожки», где она появилась с коллегами по спектаклю «Однажды вечером» обращает на себя внимание. К этому выходу она готовилась несколько дней, призналась, не ела, чтобы изящно смотреться в любимом платье. Радушный прием в Белогорске удостоился нескольких постов. Тут и любимые ею мягкие игрушки в военной форме, и оркестр, встретивший артистов у дома офицеров. А еще подаренные ей конфеты ручной работы и поход на рынок за рыбой и икрой. Кстати, артистку уже встретили в Хабаровске. Завершит вечерний эфир наша традиционная рубрика «Седьмой лепесток». Пятилетняя Элина, что стала ее героиней, обычная благовещенская девочка. Она любит прыгать на батуте и играть на пианино, а вот бегать с другими детишками во дворе не может. Девочке сложно даже ходить, но вы можете помочь. Давай до потолка долезем. Будешь выше, мама. Да. Выше всех. Выше всех на свете. Желание быть выше всех на свете пятилетняя Элина готова покорить не то что шведскую стенку, настоящую сопку. Лазает девочка умело, но мама все равно стоит рядом для подстраховки. Просто переживает за дочку. Повод есть. У маленькой, симпатичной, интеллектуально развитой девочки проблемы со здоровьем. Причем с самого рождения. Во время родов мозг получил асфиксию. Это очень сильное кислородное голодание, которое впоследствии повлияло на движение этой ребенка. Она все начинала делать поздно. Начиная головку держать, сидеть и так далее. Все это происходило намного позже. Ну а ножками до настоящего времени она пока еще не пошла самостоятельно. Ходить Элина пока только учится. А вот стоять хоть и недолго уже умеет. Мама считает это большим прогрессом. В день девочка по несколько раз занимается ходьбой с туторами и ходунками. Победить недуг семья пыталась и в клиниках. Ездили в Челябинск, Петербург и Москву. Улучшения есть. Но родители посчитали. Нужно подключить заграничных лекарей с их уникальными методиками. Знакомые посоветовали обратиться в Харбинскую клинику «Тэдун». Ее филиал в этом году открыли в Сочи. Там будут специалисты из Китая, оборудование и все это также привезено из Китая. Но на территории России. Это удобно. Для нас это удобно. И мы бы хотели поехать именно туда. Разницы в деньгах нет, куда ехать. Но сам факт, что это Россия греет. Просто мы хотим в город Сочи. В Сочи Элину с мамой ждут уже в октябре. А семья хочет приехать чуть позже. Боятся, не успеют собрать всю необходимую на лечение сумму. Это 600 тысяч рублей. Вы поможете, перечислив даже всего 100 ссылковых. Реквизиты счета на ваших экранах. И на нашем сайте tvgorod.rf На этом подведем черту. О самых ярких событиях грядущих дней поговорим ровно через неделю. Обзор событий каждого дня смотрите в привычное время. Я с вами прощаюсь. Всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова